Как Христос есть Учитель, никто не может быть Учителем всех верующих, тем более, когда человек сам себя именует Отцом или Учителем или Наставником. Наставник наш – это Дух Святой, о котором сказано, что Дух Святой научит и наставит на всякую правду. Но это не означает, что в Церкви мы не можем обращаться к священнослужителю с приветствием Отец. Например, если мы откроем послание к Тимофею, апостолу Павлу, то Павел начинает словами «Павел, апостол Иисуса Христа, по повелению Бога, Спасителя нашего и Господа Иисуса Христа, надежды нашей, Тимофею, истинному сыну вере». Павел называет Тимофея истинным сыном вере. Это значит, что по отношению к Тимофею Павел был его истинным отцом в вере. И Павел пишет в одном из своих посланий «Немногие у вас отцы, я родил вас благоествованием своим». В Церкви есть и учителя. 1 Коринфянам 12 глава 27-28 стих сказано «А вы тело Христово, опор, члены, и иных Бог поставил в Церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями». Итак, мы видим, что в Церкви есть и духовные учителя, наставники, и духовные отцы, и это не противоречит завету Христа, что никого нельзя называть учителем, отцом, наставником в таком глобальном понимании этих слов, как Бог, который является отцом, как Христос, который является учителем по отношению ко всем верующим, живущим во Вселенной. Субтитры создавал DimaTorzok